В Беларуси и Санкт-Петербургу необходимо восстановить товарооборот минимум в 2 миллиарда долларов. Об этом заявил сегодня премьер-министр нашей страны Андрей Кобяков на восьмом заседании Совета делового сотрудничества. Санкт-Петербург, один из важнейших торгово-экономических партнеров Беларуси среди российских регионов, занимает пятое место по объемам торговли с нашей страной. Основа белорусского экспорта – мясо, молоко, сыр, масло, нефтепродукты, фрукты и овощи. В ответ мы закупаем в городе-на-Неве легковые автомобили, двигатели, генераторы, а также различные изделия из металла. Андрей Кобяков провел переговоры с руководством региона. Сошлись на том, что сотрудничество взаимовыгодно и стороны будут всячески содействовать его развитию. Одним из главных критериев оценки эффективности работы нашего Совета делового сотрудничества является, прежде всего, объем взаимного товарооборота. И мы говорим о том, что поставлена задача в ближайшее время выйти на те уровни нашего торгово-экономического сотрудничества, которые были совсем недавно, в 2014 году. 2 миллиарда долларов был наш взаимный торговый оборот. В этом году он в прошлом году состоял порядка полутора миллиардов. Но по многим параметрам, прежде всего, в количественных выражениях, в цифрах, наши взаимные торговые отношения растут. В Беларуси и Санкт-Петербург проработают новые варианты развития глубокой кооперации, прежде всего, в сфере производства. Примером его может быть существующая линия по сборке лифтов. В Беларуси и Санкт-Петербург планируют создать также и совместное производство термопласт-автоматов. Перспективы проекта обсуждались сегодня во время посещения премьер-министра Беларуси завода по переработке пластмасс. И сегодня правительственная делегация возложила цветы и венки на Пискаревском мемориальном кладбище. Этот знаковый комплекс – главный памятник всем жителям и защитникам города, которые погибли во время блокады Ленинграда. Планируется, что сегодня Андрей Кобяков проведет переговоры со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым.